Он был первым. 62 года назад Юрий Гагарин разделил историю на до и после. Имя советского человека, первого космонавта Земли, узнал весь мир. Кажется, каждый советский мальчишка мечтал быть похожим на героя Гагарина. Житель Чкаловского Юрий Суботин учился в школе номер 14, ныне лицее, который носит имя первого человека, покорившего космос. Признается, тот день, 12 апреля 1961-го, запомнил на всю жизнь. Ровно 62 года назад такая же прекрасная солнечная погода была. Сидим на уроке, как положено, вдруг в углу репродуктор объявляет в космосе Гагарин. Ну, конечно, тут нам не до занятий сразу стало. Имя Гагарина неразрывно связано с Чкаловской землей, ведь здесь он жил. В День космонавтики жители микрорайона Чкаловский, школьники, представители общественных организаций, власти, муниципалитета и области по традиции собираются на торжественный митинг. На аллее героев, где установлен бюст Гагарина, состоялась торжественная церемония. Быть первым, это быть лидером, быть всегда впереди во всех абсолютно вопросах. И полет Гагарина в космос, впервые в истории Земли, говорит о том, что у нас в крови, что ли, заложено всегда быть первым. По традиции в конце митинга прошло возложение цветов. К памятнику Гагарина их в этот день несли люди от мала до велика. Продолжение следует...